Прямой эфир. Мы сообщаем вашим подписчикам, что вы вышли в прямой эфир. Всё уже, значит, идёт. Сейчас. Подожди, ещё никто не слышал. Да не надо, надо снять просто. Ну вот ты говоришь, что когда человек не проявляет свой талант, то не занимается своим творчеством, не развивает талант. Это что это? Это эгоизм. Ты, смотри, ты помимо того, что ты себя лишаешь проявления какого-то, ты мир лишаешь каких-то шедевров, картин, музыки, каких-то твоих проявлений творческих. И это по отношению к миру, это свинство с всей стороны. Ты обязан открыть свои талантливые лучшие стороны, чтобы ими поделиться. Ты делаешь... Мы все думаем, что ой, я там что-то не могу, я там сейчас шедевр сделал, ещё что-то. Но ты обязан этими шедеврами делиться с миром. И для того, чтобы делиться и были эти шедевры, ты должен их как-то проявлять и выкидывать это в соцсети, видео снимать. Ты должен делать выставки какие-то. Ты должен показывать свой талант для того, чтобы мир увидел больше. Даже если ты считаешь, что это в принципе не так талантливо. Сразу талантов не будет. Талант рождается... Смотрите, чем больше ты отдаёшь, тем больше ты получаешь. Ты раскрыл какой-то свой талант, нарисовал картину на уровне пятого класса художественной школы. Ты провёл выставку, ты это отдал, поделился с миром, тебе придут новые навыки. И чем больше ты будешь отдавать, тем больше навыков будет приходить. Если ты будешь эти навыки скрывать и не будешь делать выставки, когда делиться не будешь, то эти навыки, они у тебя и останутся, ты на уровне пятого класса и останешься. И многие так и замыкаются. Только из-за того, что ты не делишься. С миром очень важно делиться, надо больше отдавать. То есть, в принципе, сразу не надо ждать каких-то больших результатов. Не нужно делать гениальных вещей, вот таких, допустим. Не нужно ждать гениальных каких-то вещей или изобретения со своей стороны. Ты должен делиться тем, что умеешь сейчас. И каждый раз, когда ты будешь делиться, в следующий раз, ты будешь добавляться по одному, по три штриха. И тогда у тебя будут твои картины, навыки, они лучше, лучше с каждым днем. Классно. Но а что происходит, когда у человека есть талант, а он его вообще не развивает? Он болеть начинает? Что с ним происходит? У всех по-разному происходит, но чувство внутренней неудовлетворенности, оно будет присущее всю жизнь. Ты будешь... Видишь, в какой-то момент ты поверишь, что ты неталантливый, и закроешься, и будешь в этом своей парадигме жить. И когда ты с этим смиришься, то ты болеть не будешь. Болеют те люди, которые не смиряются. Они знают, что я капец какой-то талантливый, но я не проявлю. И если бы не стерва жена, я бы проявился по-другому. Или если бы там не проявили свои, я бы смог бы там... Ну, опять ответственность. То есть он перекладывает, он знает, что он талантливый, но он не раскрыл, не успел. И за счет этого, за счет вот этой разницы, человек болеет. То есть заниженная самооценка на фоне завышенных амбиций дает вот эту разницу, и человек болеет. Потому что заниженная самооценка, она не дает тебе сдвинуться. А амбиции не дают тебе успокоиться. И получается, что вот на этой разнице люди и болеют. А вот скажи, пожалуйста, допустим, бывает такое мнение, что есть творческие люди, а есть вот люди с таким математическим складом ума. Или все-таки все люди творческие? Все творческие. То есть всем людям надо заниматься каким-либо творчеством. Не как профессия, а хобби, может быть, да? Это свойство человеческого ума, творчества. Любой человек талантливый. Любой. Просто этот талант надо развивать. А развивается он только отдавание. Если ты не будешь отдавать свои какие-то умения и навыки, и не будешь делиться ими с людьми, то никаких талантов и не будет. То есть ничего ты не добьешься. А что вот когда люди думают, что нужно, если я занимаюсь, допустим, рисованием, я обязательно должна выставляться, обязательно должны быть какие-нибудь крупные выставки во Франции? А это надо начинать с малого? Или ты можешь начинать сразу с Франции? На самом деле, если уже картин коснулись, много ума не надо, чтобы выставиться во Франции. Надо заплатить налоги, и твою картину выставить. Это пострадает цену. А тебе просто надо заморочиться. Там не всех, не только талантливых выставляют. Там выставляют амбициозно. Поэтому потом всякие картины такие люди не понимают, а они стоят денег. Потому что художник заявил цену такую. То есть даже если тебе 50-60 лет, не надо бояться начинать новое, да, что-то петь, рисовать, танцевать. Вообще по-хорошему это так, да. Но сейчас у меня вот там 40-летний рубеж, да, я сейчас перехожу, 40 лет не сейчас, я понимаю, что психика 40-летнего человека, она немножко подтормаживает. В 50 она совсем будет тормозить, в 60, да. Но если ты занимаешься творческой деятельностью, психика более подвижна, чем человек, который замкнут. Потому что я смотрю людей 40-летних, которые непроявленные, то у них психика капец тормозит. То вот раньше говорили, что в молодости или в детстве легче язык выучить, чем когда-то зрелый. Я вам сейчас, ну, с ответственностью заявляю, что сегодня у меня память лучше, чем когда мне было там 20 лет. Это потому что психика более развивается? Потому что я так понимаю, это из-за того, что я коммуницирую часто с людьми, с разными. И приходится, создаются новые нейронные связи каждый раз. И я уже ничему, наверное, не удивляюсь, и психика у меня более подвижна. Я подозреваю, что моя психика, она где-то на уровне там 25, может быть, лет 20. Тут спрашивают, писать книгу – это творчество? Писать книгу – это творчество. Но когда ты напишешь, поделись с человеком. Не так, в полку, да? Ты её должен обязательно показать меру. Ты должен сделать презентацию, позвать журналистов, и чтобы тебе отдали обратную связь, что очень важно. Люди должны сказать, мне нравится, мне не нравится. А вот люди ведь видишь, почему боятся делиться своим творчеством, они боятся критики. Вот как перестать бояться критику? Не надо быть перфективным. Не надо себе завышать какие-то требования. То есть ты сделал это так, я умею так. И всё, и даёшь. И не нужно там… Видите, у каждого человека он смотрит со своей колокольни, да? И поэтому не нужно, наверное, сравнивать себя с кем-то. Там тебе скажут, там, а, Ваня лучше нарисовал картину, чем ты, да? Но Ваня вообще другую картину нарисовал, у него вообще другая картина мира, а у тебя другая. То есть если рисуешь, но не надо равняться даже на Ван Гога, потому что… Самобытность. Я в последнее время в Фейсбуке смотрю ролики, где художники рисуют. Я вообще, честно, в шок у меня этот. Почему? Потому что современные художники рисуют намного лучше, чем античные. Мне казалось, что это фотография просто, а он ей волос рисует. Гиперреализм называется. Это же жесть просто. Никогда в жизни так человечество не рисовало, как сейчас. Да, кстати. Это связано с чем, интересно, как думаешь? Это развитие… Человеческого мозга, да, больше? Культуры, да. Это просто другие краски, другие технологии, подходы к рисунку другие. Все развивалось. Тут парень пишет, что он всю жизнь был предпринимателем, но вот сейчас начал заниматься тем, что он работает, подстригает людей. Ну, предприниматель тоже всю жизнь, это сколько лет? Потому что некоторые говорят, я всю жизнь, мне там сколько лет? 22. Тебе сколько лет? Кому мне? Нет, парню. А, вам сколько лет, вот кто подстригает людей? Если тебе это нравится, приносит удовольствие, стриги людей. И твой предпринимательский опыт, он даст тебе возможность потом это масштабировать, если ты захочешь. Но когда ты будешь это масштабировать, ты опять станешь карабасом-барабасом, который будет гонять, не заниматься любимым делом. А тут еще девушка спрашивает, что на твоих тренингах люди избавляются от стресса, но стрессы копятся всю жизнь, и что нужно теперь постоянно ходить на твои тренинги? Ну, конечно, вы же зубы каждый день чистите. То есть, ну, поела, и почистить там, или как-то день прошел, утро, вечер, очистила. Здесь то же самое, прошли тренинг, чувствуете накопение дерьмища, приходите, уезжаете. А вот учиться вообще не говнить, как это? Это письма прощения. Это только через письма прощения ты научишься принимать людей и себя таким, какой ты есть. Но это надо ровно 40 дней делать, вот по твоей инструкции. Это надо прям в физике, в качестве, наверное, это прям тяжело. Все тогда? Все, давайте пока-пока. В 23.00 будет прямой эфир с этим, с сессиями индивидуальными. Сохрани. Так, завершить прямой эфир.